Стало очевидным уже тогда, что столкновение с этими силами, в том числе и на Украине, неизбежно. Вопрос только был в том, когда это произойдёт. И, конечно, боевые действия, военные действия, это всегда связано с трагедией и с потерями людей. Это мы прекрасно понимаем, отдаём себе в этом отчёт. Но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Смотрите, что прилетает. Сегодня со стороны Украины прилетело. На голову наших детей. Ну, каждый день. Это уже невыносимо. Ну, посмотрите, посмотрите, это мы ещё не закончили, только начали. Находим просто каждые пять минут. Смотрите, что прилетает. Сегодня со стороны Украины прилетело. На голову наших детей. Ну, каждый день. Это уже невыносимо. Ну, посмотрите, посмотрите, это мы ещё не закончили. Только начали. Находим просто каждые пять минут. Представляете, кошмар. Этим летом уже будет наглядно видно, как распадается НАТО, как распадается Евросоюз, как распадается так называемая единая валюта. Всю ненависть, которую они навязывают сегодня, всю эту ЛГБТ-технологию, вся эта грязь уйдет. Вопрос только, какой ценой и как быстро общество осознает, что свет побеждает тьму. Мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Короче, приедем, три месяца даем пи***юлей НАЦИК, а мы домой. Обещаем. Все, парни, обещаем. Ура! 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 Путин президент мира! Ура! 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 Да-да-да. Наверное, никто так в последнее время, в эти годы не боролся за территориальную целостность Украины, как Российская Федерация. А это Мария Львова-Белова, уполномоченная по правам ребенка в РФ. Она расписалась в соучастии в геноциде украинцев, заявив, что занимается отправкой детей из Мариуполя на усыновление в российские семьи. Жуткие преступления украинских детей, которые Львова-Белова собралась исправлять, это плохие отзывы о пересиденте РФ, распевание гимна Украины и произнесение фразы «Слава Украине». Запомним это рыло. Возьмем на заметку. Вот такое снаряжение выдают чмобикам. 1940 год. Страна, наглухо застрявшая в прошлом. Вот так вот, ребята, мы мобилизованные люди. Приехали, в поле выгрузили. Выгрузили. Нихуя нету, костер сжигаем. Сжигаем костер, потихонечку разбираем. Разговаривали с вами. Старший лейтенант медицинской службы запаса. Призвали по мобилизации. Всем привет. Что, так записываешь? Никто не ждет. Вот так вот сумки стоят, майданы. Майдан не приблизил Украину к демократии и прогрессу. Обещали завтрашний мод рубля. Даже палатку с печкой не дали. Ночути в поле, и пофиг. Автобус уехал. Никто никому не нужен. Сухпая не было. Спасибо, Березник Игоревич. Подъемных не было. Ничего не было. Как стадо баранов загнали. Хотите жить? Сдавайтесь в плен. Хотите жить? Боритесь. Боритесь на своих улицах. И за свою свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки, есть дворцы, есть виноградники. А может у вас есть яхты, или какой-то банк. Вы за что вообще боретесь? У вас есть только кредиты. Что-то вечером пожрать. И теперь мобилизация. Боритесь за свое. Не лезьте на нашу землю. В нашу душу и в нашу культуру. Слава Украине. Не нефть и газ. Наш преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наши преимущества Путин. И мы его должны защитить. Путин президент мира. Ура! 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 Российские власти сегодня утром сообщили, что на территории Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа из Украины. По поручению председателя Следственного комитета 10-летний Федор награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага за героизм и самоотверженность, проявленные во время происшествия в Климовском районе Брянской области». Я чувствую в нем огромную богатырскую мощь. 11-летний мальчик Федя, который побеждает, побеждает своим подвигом всю эту свору, осатаневших нацистских псов вооруженную. Это псы, это звери, это нелюди, стреляющие в детей безоружных, водителей автобуса, мрази. И вот один мальчик берет и своим подвигом, своей силой, пуля в груди. Он встает, спасает девочек, скрывается в лесу и потом, спасая их, добирается до больницы с пулей в груди. 11-летний мальчик стал грудью за девочек и принял в эту грудь пулю от подонков. Ну, там многому еще можно подумать. Знаешь, даже само это имя, Федор, ведь это дарованное богом в этом имени. Но очень много вообще русского всего. Я была на Украине, наверное, где-то в 90-х годах. Уже тогда они практически все были в сектах. То есть уже православие уже припиралось. Они больше только почитали в сектах. Это уже в те годы. Вот дальше назревало, дальше и больше. Наша главная почитаемая святыня в России, это одна из федоровской иконы Божьей Матери. Вот, кстати говоря, она здесь у меня висит. Это федоровская икона Божьей Матери, подаренная мне старцем Власием. Это духовная скрепа. Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет просто по плану. Видно, что военная кампания идет не по плану, что она вошла в самую невыгодную для нас, для русских вообще форму, в затяжную форму. Вот сегодня у нас очень нелегкий разговор. Вот здесь на Курской земле. А сюда приезжают самые, наверное, неравнодушные люди. Тема очень болезненная. Вы сами видите, особенно после гибели группы Эрнеста и Гудвина, да и многих свидетельствий, помните речи генерала Шаманова, что у нас очень неладно с вооруженными силами, что у нас буквально не армия, а ополчение, которое живет иногда благодаря помощи гражданских добровольцев, полонтера иностранное слово. Но, тем не менее, приходится собирать на армию. Так ли, что вообще происходит с нашей армией? Тяжелые, честно говоря, чувства. Мне друг пишет, сейчас ушедший на контракт, 30 лет провоевавших, в регулярных формированиях, пишет, что там ужасное творится со снабжением и с подготовкой. Какой Украина? Вы о чем? Нашей. Нет у вас никакой Украины. А что это у нас с вами нету никакой Украины? У вас нет. Есть. Вы на наших землях торчите. Вам же сказал, Венович, Причем тут... Ленберг. Ленберг? Слушайте, что? Я пока знаю одну линию, что мы один народ. Или вы против? Я хочу вам напомнить, что даже в одной семье были Каин и Авеля, Каин убил Авеля. Было такое. Поэтому то, что один народ, не освобождает вас ответственность, а наоборот ее усугобляет. Ну, послушайте... Поэтому один народ, это не значит, что мы будем каждый раз говорить, знаете, у нас братьев такой, кретин кретином, убийца убит. Я просто... Горать будем. Больно и страшно. Я просто к тому, что России тоже нужно своего кандидата готовить. Россия не нужна Украина. Как это не нужно? Никак не нужно. А кто это такое решил? Мы. Русский народ, который спокойно сказал, русский народ должен себя чувствовать уверенно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok